У фанатов марки из Ингольштадта есть дуэт любимых букв – RS. И теперь он доступен на еще большем числе моделей. Ведь на прошедшем Женевском автосалоне спортивное подразделение Audi Sport презентовало обновленное RS3, RS5 и SQ5. Вот такую горячую штучку привезли инженеры из Ингольштадта на Женевский автосалон. Теперь на купе Audi RS5 можно ездить еще быстрее, поскольку инженеры установили в этот автомобиль абсолютно новый мотор объемом 2,9 литра, который развивает 450 лошадиных сил и достигает первую сотню всего лишь за 3,9 секунды. В арсенале RS5 абсолютно новый 450-сильный двигатель V6 объемом 2,9 литра с двумя турбокомпрессорами. Максимальный крутящий момент составляет 600 ньютон-метров, причем доступен он в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту. В паре с мотором работает восьмиступенчатый автомат от ZF. Тяга между осями распределяется в соотношении 40 на 60, а сзади установлен активный межколесный дифференциал. Первая сотня дается за 3,9 секунды. Внешне заряженную версию легко будет отличить от гражданской по расширенным колесным аркам, уменьшенному клиренсу, переднему агрессивному бамперу и патрубкам выхлопной системы. В салоне усеченный снизу руль с замшевой отделкой и спортивное кресло с интегральными подголовниками. Вслед за купе прошел показ суперхэтчбека RS3 с новым пятицилиндровым турбомотором объемом 2,5 литра, мощностью 400 лошадиных сил с системой комбинированного впрыска топлива. В паре с ним работает семиступенчатый преселективный робот A-Stronic с двумя сцеплениями, что позволяет разгонять горячий хэтч до сотни за 4,1 секунды. А если снять электронный ограничитель, то скорость замрет лишь на отметке 280 км в час. Во внешнем виде появились свойственные всем моделям Audi отличия. Клиренс по сравнению со стандартной A3 уменьшен на 25 мм, а передняя колье расширена на 20 мм. Также опционально доступны углерод-керамические тормоза. Новое поколение Q5 предстало еще не в РС-модификации, но уже в подогретом S-варианте. За динамику здесь отвечает шестицилиндровый мотор TFSI объемом 3 литра. 354 лошадиные силы и 500 ньютон-метров доступны уже при 1370 оборотах в минуту. Разгон до сотни с 8-диапазонным автоматом Tiptronic и постоянным полным приводом Quattro достигается за 5,4 секунды после старта. А для того, чтобы управление паркетником было более предсказуемым и драйверским, доступен спортивный дифференциал и пневмоподвеска с несколькими режимами работы. Однако самым эффектным и желанным автомобилем на стенде Audi был кроссовер Q8. Концепт оборудован шестицилиндровым мотором с парой турбонагнетателей и электронаддувом, способным раскручиваться до 7000 оборотов в минуту за 250 миллисекунд, а также дополнительным электродвигателем на 20 киловатт. Общая мощность установки – 476 лошадиных сил, 700 ньютон-метров, а разгон до сотни за 4,7 секунды. Q8 был презентован в Детройте, но здесь, в Женеве, наша цель – демонстрация версии спорт с электрическим компрессором. В интервью «Автопанораме» рассказывает Руперт Штадлер, председатель правления «Ауди АГ». В целом мы презентовали множество полезных технологий на гибридных и полностью электрических автомобилях, а концепт Q8 вобрал в себя все лучшее и передовое, что мы имеем на сегодня. Выставочный стенд «Ауди» был разграничен настоящим и будущим, но традиционные модели пока занимают большую часть. Возможно, что в скором времени они уступят свое место автомобилям с новыми индексами на альтернативных источниках энергии.